Предвыборная кампания в Америке набирает обороты. О своем возможном участии высказался губернатор штата Огайо, республиканец Джон Касич, который заявил, что окончательное решение примет после совета с Богом. А также предприниматель Дональд Трамп, объявивший, что его решение, цитата, «удивит многих». Шансы этих потенциальных кандидатов эксперты оценивают как очень низкие, в то же время фавориты гонки ужесточают риторику. В ходу взаимная критика и открытые насмешки, основные темы – миграционная и экономическая политика, а также внешний курс. За ходом предвыборных баталий следит наш вашингтонский корреспондент Роман Мамонов. Он выходит на связь со студией. Рома, тебе слово. Далее заприветствую. Формально число участников гонки за последнюю неделю не изменилось. С момента выдвижения Хилари Клинтон и Марка Рубио все ждут, когда же о своем участии объявят другие потенциальные кандидаты. А их, конечно, немало, главным образом, у республиканцев. Сегодня вышли любопытные новые данные соцопросов о популярности кандидатов. Среди избирателей республиканцев рейтинг выглядит так. Пока самый популярный претендент на пост в Белом доме, пока, правда, официально не объявивший о своем участии, это Джеб Буш. Его готовы поддержать 17% республиканцев. Далее следует губернатор Висконсина Скотт Уолкер с 12%. Третье и четвертое места делят Рэнд Пол и Марка Рубио с 11% каждый. Далее в списке бывший губернатор Арканзаса Майк Хакоби. Тед Круз и Крис Кристи. Так что исход гонки у республиканцев далеко не предрешенный. Можно ждать каких-то сюрпризов. Вот, например, Рэнд Пол активно пытается сыграть на противоречиях внутри собственной партии. Обычно, когда меня спрашивают, почему я решил идти в президенты, я говорю, что устал уже кидаться, чем попало в телевизор. Но на самом деле я устал наблюдать, как члены моей партии получают власть и не делают того, что обещали. Я разочарован, что республиканцы позволили увеличить госдолг в два раза, позволили вырасти долгам за образование, что они позволили спасти банки. Я сказал себе, что надо либо что-то делать, либо заткнуться. А Марк Рубио, очевидно, продвигает свое видение иммиграционной реформы и пытается заработать с этими очками. Первый шаг — это введение электронной системы отслеживания въезда-выезда и укрепления границы. Второе — модернизация иммиграционной системы. Уклон не на семейные связи, а на профессиональные качества иммигранта. И, наконец, судьба 12 миллионов нелегалов. Если они в стране больше 10 лет, если они выучат английский язык, если пройдут проверки, если будут платить налоги, они получат разрешение на работу, а потом они смогут подать на вид на жительство. Лиза, отмечу, что среди демократов интриги меньше. Там данные соцопросов выглядят так. 69% избирателей демократов поддерживают Клинтон, 11% выступают за Джо Байдена, 5% за сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Еще 3%, что находится на уровне социологической погрешности, поддерживают кандидата Джима Уэбба, бывшего сенатора от Вирджинии. Так что в этой ситуации Хилари Клинтон может в полной мере сосредоточиться на своей кампании против потенциального соперника-республиканца и не тратить силы на борьбу внутри партии. Впрочем, под тем же самым опросом, Лиза, Хилари Клинтон с легкостью выигрывает от 15% до 2% у любого потенциального республиканского кандидата. Лиза. Спасибо, Роман. Вашингтонский корреспондент РТВИ у предвыборной гонки в США.